Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такими вот бокорезами кусачками. Нашел их на металлоприеме, кто-то их выкинул. Ну, я так смотрю по качеству, я бы и новые такие не купил бы. Ну, а теперь, если уже есть, а сделать из них полезный инструмент. Так что, если кому будет интересно, посмотрите ролик до конца. Ну, а я буду начинать. Поехали! Ну, а первым делом при помощи ушей избавимся от всего лишнего. Получилось-то сейчас вот так вот. Но чтобы наш инструмент выглядел в последующем достойно и был рабочим, необходимо убрать всю ржавчину. При помощи болгарки не очень это будет удобно сделать. Для этого буду использовать вот такую вот удалитель ржавчины КППС. Паста разработана и сделана в России. Так что, друзья, давайте поддержим отечественного производителя. Паста имеет гелеобразную форму и легко носится при помощи кисти. Паста универсальное средство для удаления коррозии из любых видов металлов. Идеально подходит для очистки оружия от жучков перед этапом воронения. Удалять можно не только легкий налет и толстые слои сплошной экальны, но и коррозии изъязанных очагов. Паста с поверхности не стекает. КППС способствует образованию защитной пленки, которая останавливает процесс окисления. Оставляю на 30 минут и потом удаляю налет при помощи шпателя и влажной ветощи. Как видите, ржавчину съела и оставила защитную оксидную пленку. Но для лучшего результата я процесс повторил. Как видите, результат совершенно другой. Ржавчину съела, но вы посмотрите, тут ржавчина прям такая была. Ее по-хорошему нужно было зачищать до конца. Но тем не менее, будет защитная оксидная пленка и металл дальше ржаветь не будет. На метчике также съела ржавчину. Кусачки также вытираю влажной ветощей и дополнительно прохожу щеткой. Результат, конечно, поражает. Все чисто, ни одного следа коррозии. Метчик же решил обработать составом холодного воронения, также бренда КППС. Тут все очень просто. Деталь необходимо обезжирить и нанести равномерно слой состава. Оставить на 2-3 минуты, а далее смыть водой. Вытираем насухо и обрабатываем маслом. И на выходе получаем декоративный черный цвет. Друзья, все ссылочки на продукты оставлю в описании. Продукт классный, переходим, смотрим, ознакомимся, приобретаем. Все-таки, друзья, согласитесь, быстро, без пыли, без грязи убрал. Все четенько. Обходимо будет просверлить два отверстия. Отверстия буду сверлить сверлом 4,2. Теперь беру метчик M5 и нарезаю резьбу. Теперь необходимо сделать два отверстия здесь, сверлом 3,5-4 мм. После того, как просверли отверстия, нашел вот таких два штырька металлических шпинделя. Можно использовать обломки сверел, либо метчиков. На выходе получаем два вот таких. Будем их вставлять в наше просверленное отверстие. Обычный припой без канифоли. Кислоту для паять черных и цветных металлов. Внутрь ставил припой. Сейчас нагреем и вставим наши сверки. Друзья, вот так, в общем, уже выглядит. Хорошо запаяно. Осталось сделать ограничитель. Ограничитель будет делать со старой шиной. Я с нее делал самоделку. Можно на канале посмотреть. Сейчас у нас уже готовый ограничитель есть. Нам необходимо обрезать и вот так вот срезать. Подсточить. Продолжение следует... У нас, в принципе, все готово. Ограничитель тоже готов. Но необходимо придать свет. Буду так же делать при помощи быстрого воронения от КППС. Будем сейчас его использовать. Беру ацетончик. Будет у меня в роли обезжиривателя. Все хорошенько протираем. И оставляем на 2-3 минуты. И потом хорошенько будем споласкать водичкой. У нас сухо вытираем и при необходимости повторяем процесс еще раз. И наносим масло. Да-да, у меня в баллончик закачано масло. И наносим масло вытираем. Вот такая красота. В черном цвете. Заранее также уже подготовил винтики и шайбочки. Но это необходимо, я все это делал, собрать. Большой винтик, длинный. Закручиваю с обратной стороны. Ставим нашу пластинку. Берем еще один винт с шайбочкой и закручиваю. Закручиваю с шайбочкой. Закручиваю с шайбочкой. Как видите, хорошо справляется. Кончики как были, так и есть острые. Цвет шикарный. Работки покупной. Друзья, у нас с вами получилась вот такая вот чертилочка. Тот же самый циркуль, только можно использовать по металлу, по дереву, по пластику. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Если да, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение, ведь инструмент, сделанный своими руками, приносит огромное удовольствие и массу положительных эмоций. Так что от вас жду обратной связи. Пишите ваши комментарии. На сегодня я с вами прощаюсь. Вам желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Ну и всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.